Всех приветствую коллеги трейдеры, слушатели канала Cartel Traders Club. С вами Игорь Павленко, команда Unity of Traders, партнёры компании Gershik & Co. и Cartel Traders Club. Сегодня у нас 11 мая, после праздничных дней торговые уже пошли. Значит, смотрите, что хочу сказать. Сегодня очередной обзор разных инструментов, комплексных рынков разных, на которых создаются ситуации, которые мы трейдеры должны использовать во благо, то есть заработать от своих рисков. И теперь, что хочу еще сказать, что какая бы у вас ни была торговая система, на чем бы она ни была основана, торговать нужно не паттерны, а понимание рынка. То есть что-то происходит и какая большая вероятность, куда цена с большей вероятностью пойдет. Вот и все. А дальше риски. И сегодня я подготовил несколько инструментов, порядка 10 инструментов разных рынков, на которых можно заработать. Создается ситуация, что вот-вот уже можно делать. Ну и там просили золото посмотреть. Несколько человек мне на почту написали. Что еще могу сказать, что у меня годовая программа открыта. Это не реклама просто. Кто не успел, тот еще может успеть. Годовая программа. Подписывайтесь на годовую программу. Вот ссылка внизу. Надеюсь, думаю, что выложат эту ссылку. В годовой программе что происходит. Происходит обучение и торги в течение целого года со мной вместе. И с моими учениками, которые прошли обучение и так далее. Вот. Ну, поехали. Золото. Как раз вот первые остановились на золоте. Я его рассматриваю пока среднесрочно. Вот такая ситуация, что вот был уровень 17.96. Вот отсюда взятый. Почему такие уровни еще? Вот этот уровень отсюда. Так вот, да? Что более точнее. Здесь просто круглая цена. Почему? Цена поднялась, там, бьется в несколько дней, там, нефка, бьется в одну штуку, не может и откатывается, да? Там, раз, закрылись выше. Или там, закрывается выше, я там ходил на младшем тайме. Вот. Окей. И пошла цена дальше. И кто знает, что это такое, вот этот, да? Вот. Ну, это сам Михаилович Генщик, когда мы проходим в обучении и так далее. Ну, или вообще, знаешь, такой уровень есть, такое, это поджатие. То есть, накидывание каждый день, накидывание контрактов. Ну, в данном случае, в лонг. Вот. Повышение лоев. Давайте вот так. Повышение лоев и повышение закрытий. Вот. И вот теперь вот этот лоу вчерашнего дня, да? Лоу очень важен, потому что если закроется цена вот так ниже, то это поджатие накидывание будет поломано. И тогда можно будет шортить золото в район 1796. То есть, вот в этот. Пока это не произошло, золото в лонговой зоне и первые там 184760, вот исторический уровень. Писал его исторический. Вот это тоже история. Давайте подпишем просто. Они взятые. Вот такие вот уровни. Давайте посмотрим, откуда они взятые, почему именно такие, да? Вот, смотрите. Вот падение, видите? Реакция цены. То есть, вот как раз вот этот вариант, со словом поджатие, тоже накидывали, накидывали, накидали, раз, поломали. И вот этот уровень. Который поломал это вот накидывание контракта в лонг, ну, прошлое, да, в истории. Откуда пошли шорты? Он очень важен, потому что он очень круглая цифра. Вот такая вот штука. Этому первый уровень 184760. Смотрите, если вот так закрывается, вот так вот, ну, вот так. Дальше откуда? Откуда вот это падение было? Вот этот уровень. Вот он бьется копейка в копейку, 183180, ну, взять отсюда. То есть, это цена очень важна. Вот поэтому вот такие штуки. Пока жду, к примеру, если золото закрывается выше 184760, этот уровень сейчас, давайте тоже посмотрим, ну, он просто не круглый. И месяц еще не закрылся, конечно, что это дневной тайм, да? То есть, это делит три периода в месяц. Вот такая штука. То есть, для меня важны сейчас две цены 1830, да, чтобы не закрылась ниже. И уровень 184760. Сейчас давайте посмотрим, вот этот хай. Вот 184760, вот это для меня важный уровень, который мы только что рассмотрели в истории. Если вот так закрывается, дальше в район 183180. Если закрывается ниже круглого уровня, вот 1830, вот он, вот он. Это будет, словом, вот этот лонг поджать, и тогда может золото широтить. Но пока это не произошло, все, идем по рынку. Вот такие вот классы с золотом. Ответ на вопрос, ответ на вопрос, на почту мне присылали, вопрос с золотом и так далее. Еврофунт, поехали. Теперь по Форекс погнали. Еврофунт, вот смотрите какая ситуация. Очень хорошая ситуация. Мне такие ситуации нравятся. Было хорошее падение. Прям супер, вот такой вот, да? Попытались там, организовали уровень, такой стартовый, 09730, круглая цена. От него долбились, долбились, закрылись ниже, ложный пробой и шли вниз. И при том вот это все движение было на, на чем? На поджатие. Три дня. Ну, в данном случае поджатие в лоб. Сходили вниз, да? 09300, вот вы видите. Открылись с них, тут же выкупились. И сейчас все равно обратно подошла к этому уровню. Вот смотрите какая штука. То есть это вот сильное накидывание контрактов в шорт вот стоит, да? Пытаются там покупать их, не получилось и так далее. И вот обратно подошли к уровню. Вот если закроется над уровнем или близко к уровню, да? Хорошая тема для лонга. Для лонга вот в круглый уровень, вот он, вот такой, смотрите. 11060. То есть цена входила куда-то, да? И вот то же самое, вот поджатие, да? Вот такое. Видишь, оригинальный уровень, а закрыться выше не может. Вот то же самое, да? Но если закроется, тогда лонг. Откуда цена падала? Вот в район крупного уровня 1.10600. То есть 1.09730, закрытие выше цены. Еще такой вопрос был, как входить, а если цена вот так, ну давайте представим, что она так и закрылась. Вот день так и закрылся. То есть близко к уровню, нормально. Когда на младших таймах, на следующий день можно искать суток. На младшем таймах, над уровнем стали, тогда лонг. То есть это уже, кто рабочий тайм, младший использует. Где-то лонг. То есть вот выше 0.09730 лонг. В район 1.0. 1.10600. Хороший статус. И хороший, хороший шикарный коридор. Так, евро, что у нас там? Еврофунт. Еврофунт. Тут его на сила, на сила. Я тут его шортил, по-моему. И отсюда шортил. Вот здесь. Вот здесь меня вынесло по стопам. Ну вот этим движением. Обратно зашли. Вот видите, таким движением. И обратно зашли в уровень вот такой вот. То есть она отсюда, видите, падала. Почему-то здесь она раз и пошла. То есть вот эта цена важна. Видите? Важна. И вот этим движением закрылись под ним. Вот такие штуки, когда закрывается далеко от уровня. Вот такие лучше торговать пробоями ложными. То есть что такое? Залет вверх. Почему? Потому что далеко от уровня закрылись. И вот эта вот цена, вернее вот этот день, то есть сегодняшний день. Да? Вот здесь вот он уже прошел, ну, процентов 40 своего АТР, пятидневного. Если вот этот бар. Ну, сейчас не буду говорить, как вы считывается АТР. Посмотрите, Александра Михайловича, Герчика и так далее. Идем прошел очень много. Поэтому лучше дождаться залета вверх и выставлять целый стол. Ну, что я и сделал, в принципе. И в подневке просто заход. То есть пока не закрылась выше 0.86-0.30. Это шорты. Дальше продолжается в район вот такой вот, смотрите. 84-927. Low. И смотрите, ну, почему, кто там говорит, что там зачем искать там какие-то уровни. Когда цена важна для инструмента. Ну, для какого-то игрока там крупного, да? Смотрите. 84-927, да? Смотрите, цена пробил, там садила вниз. А смотрите, и закрылась. 84-927. Закрытие. Факт. Копейка в копейку. То есть ниже не может закрыться. Вот поэтому эта цена и важна. Вот в эту сторону и рассматривают движение. Вот эти вот штуки, что это такое? Это, ну, в этом месяце, в прошлом месяце ванги. Значит, здесь еще ванги какие-то открыты. Кто-то сидит в вангах и хочет забрать ванги. Вот такая штука. То есть пока не, то есть резюмируем. Пока не закрылась ниже вот этого уровня. 86-030. Вот, да? 0.86-030. А закрылась ниже. Пока выше не закрылась цена. Сматриваю шорт дальше. После ложного пробоя. Пробой и шорт. Так. Евро. Что у нас? Иена. Вот хорошая ситуация. Смотрите. Вот этот уровень. То есть цена важна этого уровня, да? То есть, смотрите, что было. Вот. Как и в прошлый раз мы рассказывали. Вот. Поджатие. Вот его сломли. Все равно опустили. Но дальше отката, ну, не отката, а дальше движения нет. Вот. Давайте вот этот уровень. Посмотрим. 13970. Район. Вот этот район опатывался. Видите? Вот. Откуда она падала. Вот. Видите? 972. Не добила. Сейчас не это. Сейчас мы его смотрим. И вот. Вот. Слово вот этого поджатия. Но. Кто его поломал, не такой уж и сильный оказался. Обратно пошли. Пошли какие-то. Опять пытаются. То есть. Я к чему говорю? Закрытие выше 132. 172. Это дальше лонг. То есть. Это поджатие не будет сломано. Хотя его поломали и обратно набирают. То есть. Выше 132. 172. Это лонг. Район 133. 125. Это первый выход. Это недельный уровень. Давайте просто на деку сразу перейдем. Смотрите. Вот он. Откуда падение было. Видите? Опять же вот такое поджатие. Ну. Здесь не по 2 недели. И вот его условно. Вот. 133. 125. Видите? Откуда цена падает. Видите? Ну. Важная эта штука. Если его пробивает, то тогда уже дальше вот откуда цена падает. Вот отсюда. 137. 195. Вот. Вот. То есть сегодняшний день очень может хорошо показать фишку лонг. Что здесь хороший, ну на дневке, да. Это я увеличил просто. Хороший порядка там тысячу пунктов, да. Что дальше если закрывается выше. Вот. Ну. Я такие штуки торгую только при условии. То есть. Значит. еще раз резюмею. Что вот этот чувак, который хотел поломать. Ну. И сломал. Так и не мог цену погнать дальше вниз. Хотя бы там в район вот такой вот. Вот. Видите? Вот. 647. Давайте посмотрим. 634. Что здесь такое. 667. Ну. 585. Вот. В этот район. 600. Да. Вот такой. То есть не смог он ее погнать. И обратно накидывание контрактов. Вот. Здесь 132. Сокрытие выше 132. 172. Давайте еще. Точнее посмотрим. 162. Вот. Погнали. 160. Видите? Вот. Вот. 172 удары. Вот. Первый день этого месяца. Сокрытие выше 132. 162. Дальше в лон. В район 133. 125. Так. Фунт канадец. Ну. По форус поехали. Вот. Смотрите. Та же самая ситуация. Ну. Та же самая. Да. Смотрим что происходит. Отсюда цена гнала вниз ее. Да. Давайте посмотрим. Здесь просто круглая цена по-моему. Да. 171. 125. И смотрите. Цена гнала. И вот сегодня третий день. Чего? Третий день поджатия. Если вот жду закрытие выше. Ой. Извините. 121. Знаете. Правда. 1 выше 1. 71. 125. Закрытие выше. Тогда это будет закрытие выше. Налог поджатия. То есть. 1 выше 1. То есть. Добрать вот эти шорты. То есть. Должна ситуация вот такая создаться. Вот. Закрытие выше. Факторги закрылись выше этого начала падения. Вот это она. Вот это точки. И на чем они если закроются выше? На лонг поджатие. То есть. 3 дня накидывания контакта в лонг. Тогда лонг. Сумасшедший коридор конечно. Вот такой. 78. 830. Что? Что? 807. А. Вот это. Зеркальный уровень. Стало. Полетело. Тыкались. Ложное пробое. Ложное пробое. Раз. Закрылись ниже. Первое закрытие. После уголя. Ниже. И вот обратно же. Попытались опять поджать. И сломали его. Отлично. И вот реакция на эти вот уровни. Видите? На это понимание. То есть. Закрытие выше 71. 125. Девка. Или там. Другими словами. Инструмент торгуется выше. 171. 125. Тогда хороший коридор. Коридор еще. Скажем. Вонг. Там. Порядка. Очень много. Порядка. 4500 пунктов. Тогда. тогда коридоре открывается плоскость открывается лонг в район 1 75 800 это что касается функ канализ аудиена дальше вот ситуация такая хорошая круглый уровень то знает это вот этот уровень называется из лонг тренд и у вас эти ложный пробой цена не может закрыться выше если цена закроется выше 85 445 тогда лонг дальше это лонг такой серьезный там уже надо смотреть то есть шарты здесь только после восемьдесят четыре девятьсот сорок пять вот тоже излом тренда два месяца назад тренд был излом тренд обратно то есть два уровня излома закрытие выше 85 445 это лог дальше закрытие ниже восемьдесят четыре девятьсот сорок пять открывается заход шартовой плоскости шорты 80 и 150 вот такой вот вот отсюда взялся цену подняли тыкается что-то раз и тыкается не вывести те же цену его смотрите ведь а закрывается вот два уровня очень интересный накопление третий день закрытием и так далее скопление между двумя уровнями излома тренда вот излом тренда вот это вот точка тренда полторами полтора месяца назад и вот . и сейчас находится вот и между этими . которая важна для рынка видно как я на вас на 3 закрывается ниже удаляется уровень раз пробивая закрытие выше все пошли вверх не могли теперь не могут пробить вот этот нож и ложные пробоя закрыть совершения то есть вот два ситуации понятно и что что делается закрывается выше лонгуем закрывается ниже восемьдесят четыре девятьсот сорок пять продаем все класс так франк что у нас франком вот уровень уровень копейка в копейку 90 195 да вот раз-два то есть цена пошла здесь если на разок закрылась ниже и не могут пока зайти если закроется выше 90 195 это будет зеркальный уровень зеркало в лонг еще третий день закрылась это было на поджатие из первых это в районе 91 400 вот такой вот если его пробивает то есть еще зеркальный уровень тоже круглые 93 700 если его пробивает на следующий вот такой 94 340 щик а закрытие решение 336 видите вот 340 но это такой период просто смотрим если пробивает то я сейчас чтобы смысл вы понимали если закроется выше 0 90 195 хорошая тема для лонга значит в рынке открыты контракты прошлого месяца у кого-то остались вот эти вот падение открытия закрытия обозначили понимание то есть кто-то покупает проект проигрывают продавцы но пока по крайней мере закроется хорошая тема для лонга в район 91 400 такой коридорщик закрывается ниже на четвертый день но если закрывается все это дошло продолжается вот такая тема доллар мексиканец вот здесь вот как раз давайте посмотрим понимать это цена но я взял вот отсюда посмотрите как эта цена важна вот-вот она бьется закрывается выше 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 потом бак закрывается все пошли подошли к этой цене обратно в нее бьемся здесь закрывали а здесь не можем закрыть нужно было и так далее и тому подобное 2600 смотрите вот такая штука раз закрылась как только закрыли сейчас вот бак бак опять подтвердили что такое да и пошли выше этой цены закрытие ниже 819.885 это шорт в районе 19 515 а если его там пробивает вот бывает и вы сейчас она возле этого то есть коридоры хорошие на самом деле это просто дневка ну еще и увеличил то есть на вашем тайме стопы то есть вот эти порядке двух тысяч с половиной пунктов можно брать ну и три инструментика и контракта семьи акции семьи от хок кто-то из моих учеников выкладывался хорошая тема на самом деле смотрите вот я взял вот этот уровень 48 05 видите где посаду вы купили вы понимали почему это закрыть и не воспринимаем уже вот гэп и вот так давайте представим что его просто нет вот так вот 48 05 сейчас закрыли 48 0 вот еще цена твои 48 0 1 видите 48 0 1 и закрылась 48 0 ниже 48 можно искать если рынок хорошо откроется хорошо без всяких гэпа вверх вот как здесь да вот так откроется под 48 0 1 вот это да это зеркально выписаться на не пускали выходила вверх и втыкнулась и пошла ты 48 0 2 давайте посмотрим здесь что 48 08 48 10 хорошая тема посмотрим здесь 48 06 ну вот 48 10 48 01 ниже 48 ниже 48 то есть ниже 48 можно и все это хорошо откроется metals хорошо откроется лов 48 01 лов 48 01 классов 8 01 видите 3 удара хорошо откроется до чего в прошлые месяцы вонги стоят 3990 вот как организовал какую-то цену какой-то лоу который бьется и цена не закрывается ниже неложные пробои это краса на 3990 коридор достаточно шикарный ниже 48 шахты рассматривают тоже такая штука вот к р.ю.с. вот уровень 3830 3829 3830 ложный пробой 3830 ложный пробой сейчас закрылись выше 3830 на чем на лонг поджатие все здесь рассматривают лучше всего покупки район 4280 вот самый коридор еще шикарный и последнее что у нас бак вот здесь кстати просто обозначил да и вот эту историю цена поднялась причем на чем на этом поджать и видео цена этого уровня хай до 41 12 попытались вниз поломать там что-то но даже не возле уровня что-то там попытки потуги вниз даже потом с гэпа вниз сходили и все равно закрылись возле уровня а теперь внимание смотрите следующий день давайте увеличу просто вот эту картинку все равно видите с гэпа вниз сходили даже вниз то есть не могут накидать эти плиту контрактов в лонг да и теперь вот этот день смотрите какая штука открылся на 41 12 ведь хай 41 12 ну вот этого хай 41 2 он открылся на 41 12 копейка в копейку с открытия 41 12 вот и все вот видите как это цена вниз то здесь я рассматриваю пока цена не закрылась давайте посмотрим что у нас здесь такое это такой уровень 4124 я не совсем понимаю уровень гэпа в принципе до 42 05 42 04 тут тоже гэп вверх ну такой когда гэп на вот 41 55 пока не закрылась ниже 41 55 но от него не надо шортить 41 55 даже сюда пусть здесь можно просто подкупить еще то есть здесь все ново лонговый пока смотрю то есть пока не закроется ниже 41 12 этот инструмент 4155 здесь просто почему можно можно конечно шортить если цена закроется ниже 41 55 но есть запас ходом 41 12 очень маленький поэтому здесь лонговый пока лонговый и 41 55 можно дальше лонговать на откате пока не закрылась ниже 41 12 вот такие давайте еще золото посмотрим золото 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 пока не закроется ниже 18 30 . два ноля никаких лонгов шортов не наблюдается вообще то есть нет смысла шортить стоим в плите лонговый пока вот здесь закроется ниже 18 30 тогда да можно рассматривать ну пока 17 96 вот такие штуки выходите на семинары Александр Михайлович Родельщиков в Киеве 28 августа обязательно будут торгуйте своих рисков подпишите на годовую программу то есть понимание рынка и надо торговать а не паттерн и все от риска всем пока соступившие праздники Великой Победы всем успешной торговли до следующего обзора всем пока субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok